ну что сегодня переберем украинский 50 копеек ну хочу там хохлов одна из самых популярных есть даже хорошая я вижу в хорошем сохране отлично ну что давайте начинать итак друзья пришло время обратить внимание на монеты украины и сейчас мы рассмотрим 50 копеек 1992 года луганского станкостроительного завода вот здесь я выловил 344 монеты только 92 год то есть это означает если из тысячи все то каждая третья монета в обороте попадается 92 года мне придется обновить обновить информацию потому что много информации в интернете неверное тема очень объемная поэтому наберитесь терпения возьмите кофеечек и мы начинаем так вот я отложил много разновидностей очень много сейчас мы это суда 1 2 какие у нас разновидности нам известно хочу сказать что для начала нам известно 4 вида аверса и много видов реверса ха-ха ладно значит первый тип аверса мне попалось 335 монет второй тип 7 монет третий тип две монеты и 4 тип это так называемый в кавычках английский чекан я хочу вас обратить ваше внимание что все монеты были очеканены в луганске то есть в украине не дни ни в какой не в италии ни в какой не англии давайте возьмем более-менее хорошую чтоб светилась итак первый тип аверса означает первый зуб 3 зубца острый узкий листья рельефные расположены в разных плоскостях второй тип аверса зуб 3 зубца закругленный толстые листья плоские расположены в одной плоскости рисунок маленький то есть это вот это чекан второго типа было чеканен итальянскими паунсонами как там написано в официальных источниках но имеется ввиду штемпельными парами 3 тип аверса означает средний зуб 3 зубца закругленный толстые листья плоские расположены в одной плоскости и рисунок большой и четвертый это щит выпуклый в нем трезубец вдавлены я хочу сказать что по сути этот четвертый тип конечно мне не попался но это как я говорю в кавычках английский чекан штемпельная пара была сделана привезена из-за англии и когда ускоренными темпами налаживали производства сделали вот эту вот полную партию который в принципе посчитали что она бракована она попала в оборот разными путями вот мы сейчас посмотрим штемпель 3 средний зуб 3 зубца закругленный толстые листья расположены в одной плоскости вот и рисунок сам большой четвертом не попалась и остальные может попозже покажу вот еще хочу обратить ваше внимание что все монеты данного номинала были чеканины в луганске в украине то есть правильно это назывался луганский станкостроительный завод имени ленина и то есть и никакой не в англии не чеканились не не в италии это паунсоны были завезли оттуда заказывали значит история возникновения первых монет украины была весьма непростая после распада союза украина стала независимым государством а основные признаки государственность это была ее валюта значит 92 году решили так нужно создавать свою валюту очень быстро был организован тендер среди предприятий на чеканку монет который и выиграл вот это данные луганский станкостроитель завод но и не просто так дело в том что в киеве не просто так обратили внимание на этот завод потому что луганский патронный завод имел много штамповочного оборудования местных специалистов много было латунной ленты нержавеющей ленты и вообще сама технологическая цепочка производства патронов была схожа с технологией по чеканке монет далее в 92 году в украине еще не было ни конституции не был еще утвержден герб и нас банк заказал разработать дизайн монет канадским художником украинского происхождения и одновременно британская фирма печатала купоны они же карбованцы для обращения первых денежных знаков в украине и вот наступил 96 год была принята конституция президент леонид кучма подписал указ о начале денежной реформы и осенью 96 эти монеты вышли в обращение заменив собой карбованцы то есть на тот год 50 копеек заменили собой 50 тысяч карбованцев и курс доллара тогда был равен двум гривнам перед тем как мы перейдем к разновидностям давайте основные характеристики диаметр 23 миллиметра масса 42 грамма гурт прерывистый рубчатый бывает насечки мелкие крупные средние материал латунь значит что по поводу тиража тираж в те годы это был то есть это было все такие вещи были засекречены поэтому минимум 320 миллионов и выше теперь обсудим разновидности и так известно о 29 до 55 разновидности но основных все-таки 29 почему 55 потому что можно не учитывать пробные партии заказухи брак металла и так далее это все принципе не будем учитывать будем рассматривать основные 29 и так что я хочу сказать основная классификация разновидности была изложена в каталоге игоря коломийца и последнее здание со всеми исправлениями это было восьмое моё мнение что каталог достаточно хороший видно что что была проделана большая работа хотя он не исчерпывающий но тем не менее он заслуживающий внимание уважения вот например штемпель 1 а а м цифрами решено было обозначать аверс так разработали стандарты большие буквы а а это означает разновидность реверса ну в данном случае здесь а вторая буква означает более мелкий разновид реверса и третья буква маленькая это означает гурт то есть данном случае м это мелкий гурт бывает к крупный с средний г гладкий и в выпуклый вот все 29 разновидностей на вашем экране достаточно много мне пришлось перебрать я нашел и редкую нашел относительно не часто не часто редкие но многих из редких я не находил не было некоторых не часто не было переш темпель 3 скобочках 1 а а м 0 монет почему-то относительно не частых тоже не находил давайте рассмотрим основные которые ну могут быть интересны вот первый это у нас с гладким гуртом действительно я сам удивился не ожидал что найду но я его пометил как не пометил вот на самом деле это штемпель а а 1 а а г г гладким гуртом смотрим очень плохого качества и вот сам гурт если кто не верит я сначала подумал что где действительно гладкий гурт потом я присматривался да здесь гладкий гурт но монета в принципе я смотрел по проходам монета в принципе недорогая реально может гривен 40 стоит и все то есть пишет что она редкая но все-таки нанес просто нет тем более плохого качества ладно как читать реверс центре номинала цифра 50 внизу надпись копеек по кругу цветочный орнамент это венок из красной калины с гроздями вот здесь важно понимать что эти грозди 8 и читать их нужно по часовой стрелке то есть когда вы будете разбирать разновидности вам нужно быть вам необходимо будет обратить внимание на первую гроздь 7 и 8 а также чтобы черенок либо примыкал к ягодкам либо не примыкал еще другие есть разновидности когда вам придется обратить внимание на первую гроздь и третью потому что в третьей грозди бывает либо 4 ягодки либо 5 итак друзья что я хочу еще с вами посмотреть какую разновидность это вот этот штендер сейчас посмотрю а брак реверса 1 а в скобочках от c до 3 смотрим смотрим видим ягодки но это оливки их на в народе назвали прозвали короче это точно нарушение технологии чекана или чеканки и можете написать в комментариях как правильно по-русски а вот еще я хотел посмотреть широким кантом широкий кант сейчас любую выбор это будет узкий кант вот обратите внимание разница широкого канта так я думаю вы разберетесь могу не зачитывать на сегодняшний день монеты еще находятся в обращении единственно начали замать сейчас 25 копеек но эти еще будут минимум два-три года в обращении это точно потому что но они еще нужны не сто процентов еще нужны я в начале обзора говорил про брак металла заказухи пробные монеты давай давайте рассмотрим некоторые из них вот вот например медная а а г с гладким гуртом это монета не могла быть в обращении но она скорее всего по рукам пошла нумизматов дальше стальная монета вот а а м мелкий рубчатый гурт тоже вряд ли она была в обращении хотя могла быть могла быть как пробная и вот еще вариант мельхиоровая скорее всего тоже штемпель а а м я полагаю что это медно-никелево-цинковый сплав и алюминиевая очень редко считается я думаю немного было вариантов наверное как там подбирали тоже штемпель 1 а далее что еще хочу сказать по поводу то сегодня остерегайтесь подделок потому что все эти интернет есть вот такие вот можно купить китайские копии тут даже видно что она низкого качества где-то приблизительно в конце 90-х появился так называемый донецкий фальшак на то время материал был дешевый чеканку можно было легко подделать и было очень много монет доллар тогда стоил две гривны вот так выглядит подделка я считаю где-то среднее качество в народе он получил название донецкий фальшак мы идем дальше 94 год далее у нас на очередь 94 год 50 копеек страна украина вот здесь вот здесь мне удалось изловить 54 монеты из тысячи тираж как видно средний как вы уже наверное догадались 93 года тиража не было то что просто банально не успели тут не сложно догадаться так я предлагаю на осмотр взять самую хорошую монету в основном все монеты подуставшие так так скажу значит основные характеристика материал у нас латунь масса 42 грамма стандарт диаметр 23 миллиметра толщина как у многих монет полтора миллиметра тираж здесь минимум 43 миллиона хотя он был засекречен но потом приблизительно высчитали может чуть побольше чем 43 миллиона гурт у нас гурт 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 у нас с вами данном случае вот в данном случае гурт попался мелкой насечкой есть еще с крупной насечки и монеты это явно видны запрещения я один раз видел на аукционе вольмарт в москве проходы по этой монете стоит она недорого но уже приятно что хотя бы там она появилась иногда появляется так скажу выпустила эту монету луганский станкостроительный завод имени ленина это был патронный завод с отдельным цехом и киев дал указание этот проект засекретить и даже штемпельный парк в первый год который когда проходили таможню они проходили по другим документам вот настолько было засекречено и так эта монета вышла в обращении в девяносто шестом году после денежной реформы это была осень она заменила собой 50 тысяч карбоновцев и курсу доллара тогда начал стоить 2 гривны то есть тогда был дан такой старт согласно каталогу голомица известно как минимум 18 разновидностей и как максимум до 40 учитывая брак металла за казухи там пробные так далее ну значит из этих 54 монет с мелким гуртом мне попалось 32 монеты гурты разные идут не удивляйтесь с мелкой насечкой и с крупной насечкой там даже видно сейчас попробую посчитать для вас 7 или 8 пока не знаю но всего с мелкой насечкой 32 монеты попалось и с крупной 22 монеты этот год оказался богатым на нечастые разновидности там точнее мне не все попались но просто их вообще по сути их много этих нечастых разновидностей вот обратите внимание известно 22 вида адреса первый и второй основной не учитывая под вид в нижней части герба маленькие отверстия его и на второй монете в нижней части герба большие отверстия это прям видно это второй тип всего их два есть конечно еще одни нюансы но основные вот они вот эти два да и вот первый тип аверса 37 монет и второй тип аверса 17 монет попалась из 54 так идем дальше есть конечно еще под под виды штемпель 1 и 1 это верхняя часть прорези правого верхнего листа широкая в центре и 1.2 под вид это верхняя часть прорези правого верхнего листа заостренная смещена влево вот с правой стороны вот он первый по тип аверса слева 11 и справа 1.2 вот то что я хотел с вами разобрать вот в моих руках это у штемпель 2 а е м либо а е к 2 а е к вот они так так какие особенности а е означает черточка черточка над буквой и тонкая слове копеек ягоды мелкий к ягодам грозди 178 черенки не примыкают размер поля штампа плавающий вот то что я зачитывал то вы спрос 2 а 7 они все по 7 ясно в общем на друзья нету здесь монет с 8 с 8 рифлениями до 8 штук рифлений основном только 7 потому что 8 сколько я вычитал и и на самом деле здесь отсутствует они считаются редким они есть я в основном попала столько монеты регулярного чека на мне нет не частых или там редких тут очень много по нулям хотя много разновидностей по 3 монеты по 10 монет по 6 все это все монеты регулярно чека а сейчас я предлагаю вкратце пройтись по пробным монетам партия заказух этом было и так далее вот смотрим вот одна из них медная за гладким гортом сейчас она стоит ну и она есть в сети в продаже всегда есть одна дверь в интернете можно найти на аукционах всегда одно или две где-то в пределах может стать 50 200 долларов она стоит ладно вот еще никелевая скорее всего тоже медная но покрытая никелем 50 копеек я бы еще хотел обратить внимание ваша на так называемые выражение есть донецкий фальшак он уже укоренился среди нумизматов не один раз я услышал это больше всего поделок было из донецка но вот именно вот это если форум не врет который вы видите с нашли во львове выловили во львове ну скорее всего мол так могло и быть на востоке очеканили йоги где-то в кустарным способом она западную украину увезли в то время все могло быть подделали потому что было выгодно поделать материал можно было добыть эту латунь слепок можно было сделать туда же видно что это литье под давлением небольшую кучку переберем еще нет но один нашел чуть-чуть есть все идем дальше ну и следующий год у нас на разборе монеты 50 копеек 95 года конечно украина но этот год уверен уверенно могу сказать это нечастый год считается тираж у нее небольшой грязно все грязно сразу вида все из оборота ни одной нормальной 95 год друзья значит характеристики это латунь не знаю какой марки их было много вес 42 грамма диаметр 23 миллиметра толщина полтора вот гурт здесь прерывисто рубчатый но варианты здесь есть с мелкими насечками и крупными насечками так будет в разновидностях и показано м и к да вот тираж этой монеты 900 тысяч экземпляров тоже даже миллиона нету это тираж считается маленький все монеты были изготовлены на луганском станкостроительном заводе в городе луганске разновидности всего 2 штемпель 1а е м и а е к м это мелкое рифление к это крупное рифление то есть рифление 7 к это 7 рифление означает то что бывает средний там 8 рифление так значит вот все по иронии судьбы всего попалось мне попалось 4 монеты 2 того и 2 2 того то есть темпельная пара 1 всего темпельная пара но разные гурты были я подозреваю что то что мелким рифлением это итальянский инструмент который нарезал вот эти вот носички и так реверс ну-ка реверс расскажи нам какой-то красивый реверс значит как мы знаем у нас 8 гроздей красной колены читать их нужно по часовой стрелке и так а е разновидность реверс означает черточка над буквой и тонкая ягоды мелкие бывают крупные даже средний к ягодам гроздей 17 и 8 черенки не примыкают размер поля штампа может отличаться то есть чуть-чуть плавающий так вот этот не часто и цена на него начинается от чем этот чем этот 95 год еще примечательным в этом году начали уже уже был готовый инструмент для чтобы изгот и чем начать чеканить одну гривну 95 года но там была проблема в девяносто пятом году не могли гуртовую надпись нанести поэтому приходилось много монет выбор выбраковывать подбирать режущий инструмент что еще я не советую вам покупать пробные монеты этого года потому что это их назвали еще хулиганками заказухами по-другому потому что могут быть подделки реально поддельные монеты особенно если это гладкий гурт значит почему попадается светлая латунь где-то темная латуни с чем это связано потому что когда запускалось производство в луганске там были несколько основных видов латуни ну вообще ленты для вырубки монет у них для запуска были готовы такие материалы это латунь мягкая средняя твердая алюминий и нержавеющая сталь поэтому начинали когда начинали чеканить испытывать пресс начинали сначала с алюминия потом латунь мягкая лат средней твердости латуни твердая поэтому на монетах вам может и показаться здесь что где-то рельеф четкий где-то не четкий ну в общем были случаи когда паунционы трескались отрезкались но лопались они именно на нержавеющей стали поэтому нержавейку уже не использовали но в дело в том что маленький тираж штемпельная пара не могла так резко развернуться либо один из паунсонов взять и развернуться тираж 900000 это прям совсем маленький так друзья вот тю тю видим до 0 монет 0 монет девяносто шестом году я выловил из тысячи принципе это считается относительно редкий год для украины девяносто шестой этот год был хорошим летом девяносто шестом году была принята конституция украины осенью президент кучма подписал указ о начале денежной реформы это был первый год когда деньги украинские деньги вышли в обращение к тому времени где в девяносто шестому году уже монеты которые были чеканить за второго года по 95 они покрылись окислами их пришлось чистить различными абразивными материалами это скорее всего было и поэтому на монетах вы можете видеть места под шлифовки значит тираж был всего девяносто тысяч почему так мало в принципе тираж был уже уже работники монетного двора знали что сколько было очекания монет потому что на на технологической линии на станках стояли счетчики луганский станкостроительный завод планировал выпустить монеты в наборах то есть национальный банк потом и выпустил эти буклеты здесь есть две основные разновидности это штемпельная пара была одна а единственно отличались гурты так штемпель 1 а е м и штемпель 1 а е к то есть мелкий мелкими насечками и крупными насечками в любом случае в любом случае гурт прерывисто рубчатый крупные насечки означает семь рифлений национальный банк украины выпустил в девяносто шестом году для популяризации денег в украине выпустил два набора их общий тираж составил по моему обеих пяти тысяч экземпляров этих буклетов основной буклет который более такое лучше оформлен он стоит дороже их меньше всего а тот буклет монеты которого упакованы в термо вакуумную пленку он стоит чуть чуть дешевле их их чуть побольше я единственным вам советую не покупать если увидите какую-то пробную монету 96 года какой-нибудь там заказуху потому что если человека вы не знаете что она она реально пробная а не какая-нибудь как говорится монета хулиганка единственное сейчас я покажу вот что я хочу вот эта ксерокопия каталога коломийца 50 копеек 96 года вот это меня смущает строка 50 копеек штемпель а а м где что угодно в золоте здесь однозначно могу сказать что эту монету признали фальшивой не потому что золото фальшивая а потому что тогда не было таких пробных монет не не пользовался не пользовалась золото для чеканки на монет на дворе другое дело что они были очеканены реальными штемпелями но штемпельную пару просто либо вывезли тогда еще в 90-е годы могло бы все что угодно как таковых пробных монет в сети интернет я не видел они не продавались но вот для обсуждения вот монета и металлическая 96 года все так копеек на биметаллической заготовки был и был ли была ли про пробная чеканка или нет тоже не берусь утверждать могла быть но я считаю что если посмотреть на этот вариант он реально похож выглядит как пробная монета и и даже не стыдно купить такие принято называть винилами как-то вроде так называют в украине винилы а вот на эту биметаллическую тут явно видно эта борозда видно что сделана она искусственным путем то есть это пресс другой либо пресс был слабый фальшивую монету видно сразу идем дальше ну и мы переходим к периоду с 97 года до 2001 значит почему не было чекана в этот за этот период 97 года нету 50 копеек 5 копеек и так далее вообще дело в том что в середине 97 года к сожалению для луганского станко строительного завода имени ленина который так и не был юридически признан монетным двором перее все монетное производство переехала в киев единственно в этом заводе оставили оборудование для вырубки заготовок монет для киевского банкнотно монетного двора ну давайте дальше постепенно переходим в следующий в следующий год так ну и сейчас вкратце мы обсудим с вами 50 копеек 2001 года я выпустил банкнотный монетный двор национальном банку украины до туда уже переехала оборудование из луганска и в украине уже есть свой собственный монетный двор естественно в обороте она мне не попалась их по вылавливали очень давно и там тираж был совсем маленький там всего 5000 наборов сделали значит основной основной материал этой монеты алюминиевая бронза штемпельная пара 1 разновидность тоже 1 естественно 1 штемпель называется штемпель 1 га м горд мелкий то есть с мелкими насечками там 16 рифлений то есть в украине в 2001 году официально не было выпущено наборов но были выпущены наборы какие-то из европы привезены но это по сути частная фирма только вот почему-то не надпись на немецком возможно немецкая фирма но тоже под вопросом тут все это под вопросом хоть и тут надпись на немецком у этих наборов но они никак в немецких каталогах они никак не обозначаются поэтому тут явно официального тиража не было и нет этому значит выпуск неофициальный тот который есть единственное что отличает эту монету от предыдущих годов впервые появилась монограмма монетного двора киева то есть это банка нот на монеты двор национального банка украины вот так он выглядит и в последующие годы он будет там появляться это монограмма мы как мы как вы заметили мы сразу перешли на 2003 потому что в 2002 году не было вообще чека на другие были номинала 1 гривна там и так далее памятные были юбилейные значит в 2003 году планировали выпустить наборы наборную монету но они так и не попали в наборы почему-то тираж здесь ограничен тоже 5000 экземпляров штемпель такой же как и штемпель реверса такой же как и в позапрошлом году значит штемпель 1гам мелкий гурт однако вот в блистере тоже в европе изготовлены вероятно в частной фирме несколько вот таких вот наборов вот они в блистере и термо вакуумной пленки если брать отдельно то она одна стоит одна монета отдельно на реже чем 2001 год 50 копеек стоит 100 долларов год особо такой редкий купить можно ее можно покупать так что она есть все идемте дальше хотелось бы немного поразмышлять про монету 50 копеек 2004 года когда как она появилась монета этого года здесь проблема в том что она попал в обращение лишь летом только летом 2019 года их не было ни в каких не в каталогах не в списках каких-то глазами я не видел эту монету но осматривая фотографии по всем признакам могу сказать что это продукт монетного двора вот на носу 2021 год и монета по сути никогда не была в обращении и вероятнее всего они сразу разошлись по нумизматам по перекупщикам из неофициальных источников мне удалось выяснить что упаковка возможно была сделана в декабре в конце декабря 2004 года но значит официально тираж нацбанк установил на нее 5000 экземпляров то есть даже если эти монеты были в роллах тогда они в любом случае долго пролежали в хранилищах нацбанка если тираж 5000 экземпляров а в роли 50 монет тогда всего был упаковано 100 роллов вот основная часть у коллекционеров я села значит цена на эту монету на аукционах опустилась до 450 гривен меньше не видел 16 долларов если перевести я советую пока еще подождать где-то до лета 2021 года пройдет уже два года то обычно рынок стабилизируется в течение двух лет и с того момента только тогда может начаться рост но не такой взрывной как может показаться новичку не верите мне вот пожалуйста скриншот подобное было в россии когда монета тоже планировалось быть наборной 1 рубль 2003 года и вот а их тоже изъяли в оборот затребовали и вот цена вот динамика цены на эту монету так она сначала была достаточно высокая потом резко упала и это это за 10 лет последний обратите внимание 10 лет в сохранности xf вот приблизительно ждет такую же динамику эта монета дальше я рассуждаю почему она появилась как она появилась я бы то я пытался ответить на все эти вопросы если монета выпускалась 2004 году это был декабрь датировано декабрём 2004 возвращаясь в те годы я помню что было началась оранжевая революция помарчевая революция вам я активно был ее участником я помню то время какой-то была какая-то неопределенность в 2005 году ну следующем же это был январь февраль какой-то был такой небольшой хаос по поводу президентских выборов и в этом в этом же году поменяли главу нацбанка стельмах стал я помню поэтому в нацбанке могли быть какие-то перестановка кадровое назначение перестановки кадров и монеты которые предназначались вот эти вот их не хватало 50 копеек и 25 копеек 2004 не хватало чтобы выпустить набор и тянули тянули скорее всего про монеты эти забыли что-то не получилось их оставили и только потом их обнаружили когда затребовали все монеты номиналом цель копеек вывести в обращение эмиссия это называется и вот только их обнаружили аж в общем могли забыть а вот пример когда в беларуси недавно относительно монеты долго лежали в хранилище и потом их выпустили в обращении они были с черными такими окислами прям видно то есть это результат того что монеты долго лежали но в нашем случае все монеты буквально блестят вряд ли их чистили потому что слишком там нету следов чистки особо если это супер химическая чистка тогда да если абразивные материалы могли остаться следы подшлифовки но я смотрю что хорошо упакован хорошо упакованы роллы они были в бумагу упакованы крепко а потом упакованы еще в полиэтилен и без доступа воздух они могли в принципе хорошо сохраниться это теория то есть вероятность могла что их не чистили они долго лежали я резюмирую монеты настоящий в принципе сейчас если кто-то хочет выиграть в цене можно их заслабировать день там европу отправить там не знаю в америку в россию самое ближайшее покупать можно на аукционах очень советую потому что по фиксированной цене всегда чуть-чуть дороже и начните их покупать где-то летом с лета 21 года когда рынок точно вниз пойдет не будет будет сезон отпусков все на сегодня я закончил идем дальше 50 копеек 2006 года вот вот они вот они вот что мне попалось здесь мне попалось 52 монеты из 1000 но это тираж средний считаю ну выше среднего выше среднего поскольку тираж социально где-то был 330 где-то был 30 миллионов вот я отложил разновидности три штуки я нашел штемпель 1gbv своим выпуклым гуртом все остальное значит сначала 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 друзья вот давайте посмотрим на аверсервис всего четыре разновидности известно вот основные характеристики материал алюминиевая бронза это масло 4 2 грамма толщина полтора миллиметра кираж я уже говорю 30 миллионов разновидности четыре две из них нечастые это видов видов вот так видов аверса у нас два это 1 и 2 это нужно брать линейку специально либо фотографировать и каждую монету размер здесь разница в размере самого рисунка то есть он может быть больше на миллиметр на треть миллиметра сколько там либо меньше очень тяжело этим заниматься было я этим не занимался постепенно вычислял другим способом мне мне не попался второй штемпель га нам известно два вида реверса га и гб в моем случае мне попалось в основном 49 со штемпелем гб га это штемпель брали с может можно увидеть его на монете 2001 года 2003 то есть это относительно редко либо нечастый штемпель уже встречается здесь вариант так что у нас гуртом гурту вот мелкий вот у мелкие насечками насечек 16 сейчас мы еще посмотрим то есть бывает вообще выпуклый и не был обычный с выпуклыми насечками и не был вот это обычно вот для сравнения я 3 отобрал еле-еле то есть всего их 3 у меня попалось выпуклым гуртом остальные не выпуклый но тяжело было перебирать поэтому я минимум 3 нашел может быть чуть чуть больше вот но присматриваться вот так выглядит выпуклый гурт то есть насечки выше гладкого гурта в общем в таком у меня пропорции 40 49 с обычным гуртом мелком и 3 с выпуклым что еще хочу сказать в этом году президентом был ющенко не попадается не было в этом году в редких каких-нибудь пробных монет ошибка металла не было перепуток что еще не было донецкого фальшака то есть к этому времени уже подорожали все цветные металлы и невыгодно вообще не рентабельно стало даже поделывать эту монету единственная год скучно я могу сказать что вы можете просто покупать только в конце и разновидности все что еще сказать единственно в этом году впервые национальный банк украины выпустил в буклетах вот такие вот наборы то есть эти же монеты пошли в в набор 2006 года годовые ну да не сак среднем я думаю ценится на них 2 2000 гривен и тираж таких тысяч таких буклетов было изготовлено 5000 все так мы продолжаем с 2007 года 50 копеек украина никакая другая страна и так и так и так и так но много в хорошем сохране вижу но для нумизматики не так много времени прошло так вот быстренько основные характеристики это алюминиевая бронза масса 42 грамма бла-бла-бла значит мы знаем что эту монету выпустил банкнот на монетный двор национального банка украины город киев разновидность по сути у него одна штемпельная пара одна была я вот так скажу но здесь только разновидности по гуртам гурт мелкий и гурт выпуклый гб это распространенный штемпель то есть это реверса штемпель реверса он был и в прошлом году он и в следующем году будет и в позапрошлом году он был сама разновидность вот это гб означает что венок ягод калины он приближен к конту это есть разновидность гб мне попалась друзья пока не забыл 112 монет из 1000 так здесь нужно найти насечку насечки с выпуклым гуртом и обычный не выпуклый до до этого видео я перебирал где-то 50 на 50 не больше плюс минус может быть с выпуклым гуртом может быть меньше в каких-то редких разновидности нету как я уже говорил к сожалению монета обычная регулярного чекана не значит не было пробных монет в этом году нету также фальшака донецк донецкий фальшак такого уже нету монета сама материал сам по себе он подорожал давно так чтобы я добавил еще для вас курс доллара был 5 гривен представьте себе пред пред кризисном последнем году курс доллара стоил всего 5 гривен это не тогда как сейчас и так как сейчас что еще скажу в наборах официально не выпускал до банкнот на монетный двор в киеве не выпускал официально если вы решили допустим если вы решили в собирать какие-то альбомы монет я вот рекомендую вам вот так это делать вот пример с монетами уже диаметр готовый готовы альбомы есть положили в идеальном состоянии нашли где-то купили все это приятно вот так коллекционеры и собирают их давайте дальше далее друзья мы идем по порядку 2008 копеек наши вот немало немало мне удалось здесь выловить 103 монеты из тысячи это 10 процентов из обращения всех 50 копеек в принципе тираж большой он был чуть попозже заявлен тираж был 50 миллионов давайте возьмем получше и так теперь основные характеристики все идет стандартно это материал алюминиевая бронза масло 42 это был период чеканка с 2001 по 2014 год диаметр 23 миллиметра и так далее гурт прерывисто рубчатый чушь так хреново что в гуртом ничего не видно это где-то мелкие насечки штук 16 стандартных где-то 16 насечек известно вроде бы пока одна разновидность со штемпелем 1 gbm то есть насечки мелкие но гурт не выпуклый я искал выпуклый гурт но я не нашел в надежде возможно появится разновидность потому что еще не изучен этот год до конца моему не было давайте вместе с глянем в идеальном состоянии такая монетка стоит просто в идеальном из ролла если взять без 3 гривны всего 1008 год считаю скучным единственно в этом году вышел набор официальный набор монет обратите внимание что здесь технология улучшенного качества не по не по пруф а про анти пруф то есть это наоборот когда матовое поле и зеркальный рельеф это в первый раз выпущена такая монета в украине не путайте просто цен цену имеет этот набор потому что тираж был небольшой 5000 это в принципе он быстро разойдется и дешеветь он не будет может просто вам повезти на аукционе дешево купить но он сейчас оценивается от 100 долларов 120 и выше так 2009 год десятка пек этот год считается в принципе кризисным потому что случился финансовый крах тысячи восьмом в этом году у нас еще идет монеты из алюминиевой бронзы хорош попался хороший попался ухты можно и отложить но эти монеты можно в роллах покупать чуть ли не пачками нет смысла их еще покупать давайте сейчас технической характеристики возьмем самую красивую и обсудим все идет стандартная масса диаметр ширина точнее толщина что по поводу разновидности известно в принципе известно в принципе две разновидности одна из них монета пробная выполнена из стали из низкоуглеродистой стали покрытой латунью от латун и голлива на покрытие это правильно не притягивается всем не магнитные и конечно могу так магнитных здесь нет я думаю есть это пробная монета которая притягивается на мы нет но вряд ли сильно много я видел где-то на проходах она существует значит тираж у этой монеты большой я выловил 141 монету из 1000 это считается огромный тираж для украины потому что бюджеты соответствующие так что касается гурта было подозрение что может быть еще вот не просто мелкий он выпуклый я пробегался по проглядывал все эти гурты вот мы с вами посмотрим вот разные гурты здесь вроде нету ни одной с выпуклым гуртом основной штемпель вот этот вот это 1gbm с мелкой насечкой выпустил нас банкнот на монетный двор национального банка украина так это называется правильно значит что г.б. означает на всякий случай повторим повторением отучения вот этот венок из ягод калины который по окружности идет он приближен к анту по ягодкам можно это определить приближен туда же видно что это приближен венок приближен к анту это г.б. означает штемпель реверса так что еще что по поводу значит наборов официально киев не выпускал монеты в наборах в этом 2009 году но зато вот выпускали частные организации стоит недорого можно купить хотите в анции получить монету в идеальном состоянии можете купить изъятие оттуда обиходных монет нету здесь никаких не пруфов не анти пруфов и так далее сейчас можем еще раз гурты поставьте гурты посмотрим осмотримся по гуртам осмотримся вот гурты 50 копеек 2009 года это мелкая насечка так все мелко я прям вижу смотреть нечего все переходим дальше так мы смело переходим дальше 2010 год 50 копеек вот всего ничего ну наверно рассказывать здесь не особо есть что монета в принципе идет пошла уже стандартная но это все тот же материал альминиевая бронза давайте сейчас подточню вот все монета на магнит не притягивается я думаю вопрос не возникнет тираж ниже среднего и я выловил из 1000 монет 48 штук 2010 года так это тираж ну средненький такой но все-таки здесь мировая тенденция такова что дорожают цветные металлы поскольку алюминиевая бронза здесь в основе у нас медь и процентов 10 алюминия то чеканка уже давно-давно невыгодной стала вот так вот так раз материал алюминиевая бронза немагнитная как говорил масса 42 грамма и так далее и тому подобное монету изготовил банкнотно-монетный двор национального банка украины сокращенная нбл и разновидность у нее всего одна штемпинг 1 г.б.м. с мелким городом вот он мелкий курс посмотрим вот так мелкий курт тоже мелкие отсечки видно их 16 штук должно быть я в общем пересматривал на наличие этих монет если тут выпуклый гурт мелких насечек ну мало ли вдруг есть такая дознавидность не досмотрели недоизучили нет не нашел но пока что вопрос открыт и думаю нету это один из последних годов когда чеканился то есть когда монета чеканился из алюминиевой бронзы дать далее монеты пойдут из-за стальные низкую грудь из стали покрыта латунью такие монеты пойдут значит покупать ее нет смысла по отдельности есть вот хорошем состоянии даже мне попадаются в идеале просто светится светится значит нет смысла покупать эти монеты по одной штуке потому что они большого интереса не представляет есть смысл только покупать и нумизматах у нумизматов в роллах в интернет-магазинах значит официально в киеве монетный двор он не выпускал монеты в наборах поэтому их нету в наборах единство есть наборы которые изготовили частные какие-то организации и вот эти же монеты они вот эти же они пошли в эти наборы давно купить можно неплохо дело нормально дальше браков я не видел копии тоже не было смысла делать какие-то единственно брак засорение штемпель это я где-то увидел брак поворот не видел 50 копеек 2010 год киев поехали дальше ну что мы продолжим 50 копеек 2011 года как мы видите по 00 монет да я специально беру если вы видите пустую такую баночку то это означает либо редкий год либо не было тиража до в этом году у нас банк выпустил всего лишь официальный набор монет украины сыграть официальный набор вот такой вот альбом цена на него достаточно высокая потому что 100 долларов это для украины немалые деньги для набора тираж в разных неофициальных источниках пишется что 5000 от пяти других десять тысяч но будем считать что хотя бы пять и часто кто-то пишет из вас может быть те кто продают что эта монета пружина это не пруж правильно писать бриллиант анциркул айтед то есть бэу по-английски либо это пруж лайк то есть монета подобная пруж технология пружине скорее всего здесь не было выдержано поэтому это пруж лайк качество исполнения вот так и мы продолжаем 2012 года как вы видите пустой стаканчик что означает регулярного чека на либо не было либо монета очень редкая либо редкая либо не часто ладно очень чекана в этом году действительно не было что я могу сказать этот год в общем был особенный потому что нацбанк провел конкурс детских рисунков и поэтому после чего детские рисунки те кто победил были использованы и задействованы для этих наборов набор монет 2012 года ценится выше чем 2011 года прошлого хотя тираж точно такой же 5000 экземпляров регулярного чекана не было что добавить не знаю в общем год не суп не особо популярные в обороте вы не найдете 2013 год 50 копеек украина мне удалось выловить здесь 68 монет из тысячи что я хочу сказать по быстренькому что же мне вам рассказать это был год переломный 2013 году поменялся металл материал то есть до этого была алюминиевая бронза а сегодня это сталь покрытая латунью эти притягиваются причем монеты притягиваются все в наборные пошли не магнитные то есть второй тип разновидности пошли не магнитные давайте вот так сделаем вот это магнитная сталь покрытая латунь и так основные характеристики почти не поменялись за исключением массы чуть-чуть на сотую долю грамма масса 425 серийная та же гурт прилиста рубчатый диаметр 23 миллиметра изготовил эту монету банкнот на монетный двор нб у гурт у всех мелкий я искал разновидность с выпуклым гуртом на всякий случай потому что тема еще не изучено но я не нашел скорее всего его и нету по разновидностям какие здесь разновидности известно как минимум две разновидности это вот это обиходная монета регулярно чекан штемпель 1 гбм и штемпель 2 гбм это наборная она пошла в набор ее нету здесь в обороте почему эта тема не изучена хочу обратить ваше внимание что здесь есть так называемый сейчас вот он логотип банкнотно монетного двора то есть он имеет немножко разновидности каких-то других геометрических пропорциях чуть-чуть я почти нигде нашел кроме какого-то одного неофициального источника но разновидность никакая не была присвоена короче тема еще открыта сейчас еще объясню хочу еще объяснить вот например вот этой вот хочу один момент прояснить вот этот вот скажем так товарный знак банкнотно монетного двора он здесь зашифрована аббревиатура м.д.у. монетный двор украины если он так зашифрован ну так решили работчики вот что вы не сомневались обратите на немножко раз внутри более острые углы где сверху нет или снизу этого товарного знака она отличается от верхней пока разновидность не присвоена к сожалению но тема открыта я говорю еще раз да друзья в общем какая еще по поводу наборов значит банкнотно монетный двор выпустил наборы 2013 году посвященный 15-летию по моему это было банкнота монетного двора да и вот туда пошла вот эта наборная 50 копеек новая 2 2 разновидность тираж у них большой 10000 здесь еще много так это слишком далеко сейчас давайте быстро гурты прогоним следующий пойдем вот они здесь гурт обычный мелкий не выпуклый не улыбку переходим дальше 2014 год 50 копеек чеканил город киев этот номинал так по быстренькому в сторону это браки из 1000 монет я выловил здесь 64 экземпляра до тираж принципе большой он еще не объявлен на сегодняшний день не нашел по крайней мере но это где-то чуть более 50 миллионов приближаем и так технические характеристики в принципе геометрические характеристики повторяются но вот металл у нас уже второй год поменялся материал это сталь покрытая латунью до латун и голевая на покрытие размеры почти те же тираж неизвестен но я думаю миллионов 50 плюс минус разновидности 2 наборная и обычно из регулярного чекана монет в обороте много не стоит их там покупать можно в роллах буквально купить один ролл и все их много я искал пытался найти может быть здесь попадаются попались бы с выпуклыми насечками нет не попалась и действительно наверное их и нету не стоил не стоило наверное искать значит год этот скучный монета не особо так интересная но я наверно себе и оставлю да я скорее всего себе оставлю ее а я еще что добавлю от себя монета находится еще на стадии исследования по разновидностям на стадии разработки если вот это допустим да это штемпель 1gbm то в наборная какая пошла я с трудом нашел но вообще информация друг у друга переписана она не считается истиной пока не могу точно сказать какая штемпельная пара пошла в наборные монеты здесь еще нужно будет смотреть по разновидностям вот этот монограмму монетного двора украины у него бывает немножко разные геометрические пропорции есть еще две разновидности слове вот например на аверсе два роста есть его в слове украина само название немножко наклонено один вариант и второй вариант она прямо относительно герба или счета вот этого искал браки повороты ну так не особо кое-что есть вот очень массовый брак попался именно на аверсе это вздутие блокировки поскольку это сталь покрытая вот у него то это массовый брак это нарушение технологии чекана а вот то что я вам объяснял с разными логотипами давайте так посмотрим здесь не знаю удастся ли приблизить вот эта монограмма монетного двора они имеют немножко разные геометрические пропорции внутри обводки разные я могу сказать что наборная этого года стоит где-то отдельно 250 гривен все что я нашел такие у нас груды есть видите хорошим насечкой из плохой так ну вот друзья 2015 год как вы видите по нуля в этом году не было регулярного чекана к сожалению но зато были годовые наборы национального банку украины тираж был объявлен 10000 экземпляров в принципе для такой страны как украина это немножечко большой то есть это значит они не так быстро дорожает как хотят нумизматы коллекционеры все что удалось выяснить она из алюминиевой бронзы эта монета 2015 года вариант реверса гб под вопросом не уверен я в глазах не видел еще раз говорю это алюминиевая бронза и гурт скорее всего мелкой насечкой стоит не должна дорого потому что тираж 10000 для коллекционеров это еще раз говоря относительно много для украины это был тяжелый год страна ведет войну с агрессором и но все-таки монеты чеканятся и банкноты печатаются и будут печататься так продолжаем 2016 год 50 копеек вот вы вы видите монет немного для меня друзья это был последний год который я выловил в мешке последний больше я не вылавливал других годов видите здесь я выловил 12 монет из 1000 то есть это почти один процент из всех монет в обращении который находится этого номинала год я бы не сказал что сильно скучный давайте технические характеристики очень быстро так технические характеристики вы видите на экране изготовил эту монету банкнот на монетный двор нб у тираж неизвестен но небольшой я думаю менее 30 миллионов значит разновидность у нее две вот это который меня в руках и плюс наборная которая из алюминиевой бронзы быстренько крутые взглянем все были с мелкой насечкой вот они с мелкой насечкой идут ой вот здесь могут быть разновидности касающиеся как в 2014 году вот это монограммы тоже эта тема открыта монета относительно новая еще нуждается в исследованиях я думаю мы с вами в каталогах еще это все увидим разновидности у меня просто нет ни оборудования не из специальных программ чтобы все это глубоко исследовать но я бы мог по поводу наборная в этом году национальный банк украины выпустил монету в наборах 2016 года там есть эти 50 эти же 50 копеек но только из алюминиевой бронзы тираж 10000 в принципе это для коллекционеров большой тираж можно пока не покупать если кто-то захочет ребята я все данные занесу в таблицу и в конце видео вы увидите полный отчет статистики в под видео есть кликабельное содержание так что добро пожаловать как какие видел браки я видел где-то в сети вздутие блокировки тоже на аверсе раскол штемпеля какой-то из браков а так браков много сильно не видим что 2018 год переворачиваю видим что ничего сожалению не попалась ноль 2017 году не было ни чекана ни наборных не регулярного чекан поэтому мы начнем с 18 из официальных источников очень мало информации о ней тираж неизвестен ну давайте так вот следующие характеристики у нее масса 42 диаметра 23 материал сталь покрытая латунью низкоуглеродистая сталь а разновидность какая значит по поводу разновидности я могу судить только по фотографиям которые выкладываются в сети на штемпельная штемпель реверса он тот же что и в позапрошлых годах это штемпель гбм гб просто большие буквы гб то есть это означает что шрифт у нас рельефный ягоды мелкие в гроздях 1 3 по 5 ягод а вот грозди номер 5 черенок подходит к первой левой ягоде далее вообще в обороте номинал 50 копеек очень много сейчас больше одного миллиарда монет представьте что и как их много что еще было в этом году в этом году был выпущен набор монет 2018 года монет украины и здесь есть 2 разновидность монеты 50 копеек это качество исполнения пруф лайк я не буду присваивать никакую разновидность очень плохо видно штемпер даже в наборах можно отдельно в наборе купить из захотите в общем тираж у них 10000 экземпляров у этих наборов вот имейте ввиду ну и друзья перед тем как мы перейдем к с вами к общей таблице к статистике я бы хотел обсудить последний год 2019 50 копеек и что сказать нечего потому что в этом году регулярного чекана не было официально нацбанк начал изымать из обращения 25 копеек и теперь номинал 50 копеек в обращении в считается самым мелким вот иметь имейте это виду на всякий случай мама набор монет украины 20 тысяч экземпляров достаточно большой сама монета я конечно не близко не видел ее но известная информация что это сталь по низкоуглеродистая сталь покрытая латунью разновидность штемпеля я не знаю я в любом случае думаю что она одна здесь не стоит даже зацикливаться все мы переходим таблицы как обещал вот таблица до которой мы добрались наконец-то это вся все данные со всего перебора монет 50 копеек я здесь в выставил по году по порядку 92 по 2018 я из-за скобки вынес вне таблицы здесь наборных нету мешок перебирался в 2020 году на юге украины более точно скажу что в запорожье я покупал и в николаеве перебирал что первое мне бросается в глаза так это волнообразность тиража обратите внимание когда была одежда реформа на чеканили сначала начали чекани с 90 с даты 92 вот этих монет больше всего это каждая третья монета в обороте этого номинала именно 50 копеек 92 года вот настолько их много и дальше идет в нашей колонке от большего к меньшему потом связи с кризисом или переездом монетного двора из луганска в киев так же идет по накатаны сначала вверх потом начинается кризис 2008 9 заново вниз тиражи падают и потом снова когда поменяю металл когда подорожала когда подорожали цветные металлы были снова средние тиражи хотя бы потом снова было снижение и в дальнейшем скорее всего я думаю что не будет больше чека на 50 копеек для регулярного обращения и 2 на быстро сейчас посмотрим скажем так интереснее для нас с вами нумизматов я здесь расположил встречаемость по возрастанию то есть какой будет реже какой чаще и последняя колонка это цена соответственно в состоянии on circulate то есть в мешковом не та которая у нас в обороте коллекционеров интересует именно мешковое состояние значит редкими точно можно назвать 96 год и 2004 я их сам выделил далее не частыми значит 95 2018 я выделил выделил зеленым но 2018 конечно под вопросом но я отнес его к относительно не частому году потому что в киве может быть много этих монет для обращения но тираж настолько был неизвестен что 8 гривен цена в ансе как вы видите то есть уже хотя вот ним буквально два года прошло далее по иронии судьбы 92 год английского чекана я вынес вне таблицы самом низу она рядом тоже сделано вторым годом вот английского чекана монету в ансе вы не найдете я реально я реально оцениваю ее в девять с половиной тысяч гривен не больше не меньше что еще привлекло мое внимание но вот не часто год 95 как я говорил 94 тоже вот тираж казалось бы большой но в ансе так просто не найдете поэтому 100 гривен для нее абсолютно оптимальная цена и 92 года обычная не английский чекан самом низу 400 гривен это тоже тяжело найти хотя вроде бы они есть но в ансе достаточно тяжело найти все остальные ребята мы вы видите по тиражам большие тиражи значит стоит 45 гривен средний тираж тоже то есть 5 10 гривен так она и стоит все друзья на все закончил не благодарите можете не подписываться всех наступающим пока